МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До недавнего времени 34-летний Андрей был на 100% доволен своей жизнью. Но год назад все изменилось. На Андрея напала хандра. Он вдруг осознал, что к 35 годам у него нет ни квартиры, ни машины, ни счета в банке. А все настойчивые попытки улучшить финансовое положение с удивительным постоянством терпят крах. Про людей говорят, к ним деньги липнут. Ко мне не липнут они. Галина преподавала в школе математику, занималась наукой. В годы перестройки ушла в бизнес. И довольно быстро создала крупнейшую в России косметическую компанию. Считалось, что невозможно, возможно, и получился совершенно безумный какой-то результат. Психогенетики утверждают, у Галины генетическая предрасположенность к богатству. У Андрея такой предрасположенности нет. Его финансовая несостоятельность была предопределена еще до рождения. Если бы гены Андрея могли говорить, то сказали бы примерно следующее. Расслабься. Богатым тебе не стать. Никогда. Как стать богатым. Бизнесменам нужно родиться, что это особый дар. И этому можно учить, можно не научить. Это, конечно, может быть дано или нет. Мне деньги надо зарабатывать. То есть для этого что-то надо делать. Можно родиться богатым. В экономическом плане. Но можно потерять это все богатство в один день. Корни бедности следует искать в истории своих предков, считают психогенетики. Для этого нужно проследить родословную как минимум до третьего колена. Поинтересоваться судьбой бабушек, дедушек, пра и прапрадедушек. По папиной линии я не думаю, что были богатые люди. Люди по маминой были, потому что я помню прекрасно этот дом, который был всегда полной чашей. У деда проскальзывали какие-то вещи. И мама говорила, ну все боялись говорить. И мама всегда говорила, что у деда барские замашки. Допустим, психогенетики правы. Безденежье может передаваться по генетической линии точно так же, как некоторые заболевания. Шизофрения, сахарный диабет и простатит. Что тогда? Безысходность? Ничего нельзя поделать? Смириться? Наука советует не спешить с выводами. Не так давно были открыты эксклюзивные способы борьбы с любыми проблемами. Во-первых, необходимо знать их в лицо. Один из способов обнаружить дурную наследственность – сдать анализ крови, который может рассказать современным генетикам историю всей жизни человека. А также мы можем просмотреть динамику событий. То есть, какой периодичностью те или иные события будут повторяться или происходить в жизни человека. Есть и другой способ получить информацию – быть или не быть благосостоянием в вашей жизни. Бескровный. Не так давно было выявлено несколько распространенных наследственных программ, блокирующих преумножение капитала. И на этой основе составлена формула, состоящая из десяти слагаемых – «Десяти законов богатства». Десять законов богатства. Юлия – мать троих детей. Экономист. Жена миллионера. В 95-м году, как сейчас помню, это все началось. Началось с того, что мой муж работал обычным инженером. В обычной компьютерной фирме. И зарабатывал обычную зарплату, на которую жила наша обычная семья. В общем, все было как у всех. И тогда именно на фирму привезли оборудование. На сумму порядка 500 тысяч долларов. Естественно, по тем временам сумма сумасшедшая. И трое друзей, среди которых был мой муж, поспорили, это было пари. Они поспорили, что через два года каждый из них станет очень богатым человеком. Двое назвали сумму, равную стоимости оборудования, по 500 тысяч долларов. Когда мой муж сказал, что он заработает миллион, через два года. В общем, ему просто покрутили у виска. Ну и предложили эту историю забыть. И тем не менее, это произошло. Через два года это произошло. Через два года у мужа был первый его миллион. Северин. Удачливый бизнесмен. Счастливый семьянин. Начинал свой бизнес без влиятельных знакомых и без гроша в кармане. И тем не менее, к 30 годам у него уже была собственная транспортная компания. Один хочет машину, другой хочет квартиру, третий хочет просто пойти в дискотеку в субботу вечером. И до субботы заработает эти деньги, чтобы позволить себе заплатить вход, там кока-колу и пригласить, допустим, девушку. Ну, образно говоря. Соответственно, желания не разные. У меня нет такого желания. У меня было желание стать когда-то, вот когда я был маленьким, хотите верьте, хотите нет, было желание стать очень богатым человеком. Закон подсознательных утверждений. Если вы убеждены, что станете руководителем крупной фирмы, так тому и быть. Первый закон богатства гласит, у вас будет все, чего вы достойны, согласно вашим убеждениям. Я искала отечественный продукт, я патриотка. И я искала такой интересный, наукоемкий продукт, который действительно помогает, который действительно необыкновенный. И я его нашла. Галина решила запустить в производство новую отечественную косметику. Казалось бы, у нее не было ничего из того, что необходимо в таких случаях. Ни связей, ни денег. Одна лишь уверенность в том, что рано или поздно это произойдет. В успех не верил никто. Многие из тех, к кому Галина обращалась за помощью, называли ее, в лучшем случае, чудачкой. А Циолковский, а Гагарин. Когда мы перебрали все достижения нашей Родины, я сказала, что у вас никакой нет внутренней гордости за страну. И у нас попер такой патриотизм сразу же. И с этого момента все пошло как по маслу. И я почувствовала, что нужно делать, и все почувствовали. Эта история произошла 9 лет назад. Галину тогда поддержали лишь несколько подруг. Сейчас в ее компании работают 200 тысяч человек по всему миру. Природа так распорядилась, что человек появляется на свет с тремя основными программами. Будь успешным, будь здоровым и будь счастливым. Другое дело, кто-то реализует эти программы, а кто-то нет. Но шанс дается каждому. Мы привыкли мыслить определенным образом, ограничивать сами себя. Или привыкли жить в тех ограничениях, которые нам поставили. И, соответственно, мы это получаем. Благосостояние – зло. Эта установка часто работает как аксиома. Особенно в России, где к богатству и деньгам всегда было неоднозначное отношение. Без них никак, а с ними еще хуже. Кулаков начали сжечь еще до коллективизации, а со Столыпинских реформ. И поэтому те же, так сказать, купцы или заводчики иногда награждались самыми нелестными эпитетами. Наиболее яркая генетическая программа, блокирующая приумножение капитала – «Не выделяйся». Если даже у человека есть потребность заработать деньги, есть потенциал, генетическая формула говорит ему – выделяться нельзя. Жили небогато по тем, по всем временам. И для того, чтобы выделяться из толпы или чувствовать себя комфортно в обществе. Я вообще не любила никогда комплексовать. Я вязала себе пальто до полу. Я сама красила эту шерсть разными меланжевыми историями, с такими рукавами, с безумными. Основная масса российских граждан считает, что бедные – это в большинстве своем добрые, терпеливые, совестливые и законопослушные люди. А богатые – жадные, безразличные к судьбе страны и не слишком порядочные. Говорить о деньгах считается у нас дурным тоном. Как раз о деньгах в России – это самая распространенная тема. Она более распространенная, чем даже любовь. Но у меня с ними не любовь. Вот, не любовь у меня с деньгами. То есть, причем она, видимо, взаимная. Если человек не верит в то, что когда-нибудь сможет разбогатеть, то вполне вероятно, что так оно и будет. Самая большая разница между богатыми и бедными не в размере их банковского счета или той собственности, которой они владеют, а в их убеждениях. Считается, что стать миллионером сегодня проще, чем, например, сто лет назад. Расширились человеческие возможности. Стала доступна и любая информация. Нам рассказали, что помимо наличных и безналичных денег есть креативные, цифровые и эндогенные. Люди сблизились с деньгами настолько, что стали присваивать им человеческие качества. Шальные, бешеные, тяжелые, легкие. Деньги ходят, лежат, утекают сквозь пальцы, их транширят, прожигают, бросают на ветер, а они в отместку жгут руки, турманят, развращают, сводят с ума. Очень важна еще цена богатства. То есть иногда человек зарабатывает свой миллион, но такой ценой, что он теряет при этом и друзей, и жену, и здоровье, и такое ощущение спокойствия внутреннего. Однажды Пугачев сказал золотую фразу, фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Когда человек становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. ЗАКОН ЧЕСТНОСТИ Наши дела, слова и мысли подобны бумерангу. Они всегда возвращаются. Создать богатство с помощью обмана и мошенничества все равно, что построить дом на песке, гласит древняя мудрость. У меня самая трагическая история, связанная с деньгами в моей жизни, это МММ, которая закончилась реанимацией. Реально. Потому что я не был Лене Голубковым, я шел туда по наводке. Люди, правильные люди сказали, что все это накроется в ноябре, до ноября можешь смело в это играть, а потом все уже должно накрыться. Я все деньги, нажитые семьей, всеми правдами и неправдами за всю жизнь, это могу назвать, озвучить сумму, это 4 тысячи долларов, накопленные всеми возможными путями. И все эти деньги были ухнуты в МММ. Более 3 миллионов соотечественников в считанные месяцы обчистили тогда фирмы-аферисты и тоже получили свой урок. Удача им сопутствовала недолго. Почти все они находятся сейчас под следствием или разорены. Принцип бумеранга сработал. Безумно богатых на Земле не так уж и много. Большая часть финансов на планете вращается в руках определенной группы людей, состоящей примерно из 500 человек. Почти каждый из них, говоря об основных составляющих финансового успеха, выделяет честность. Деньги не терпят лжи, предательства и воровства. Или работай и доверяй, или не доверяй, но тогда и не работай. Вот здесь вещь такая, и нельзя сиюминутно каждого контролировать, нельзя сиюминутно смотреть вообще, не покрали ли у тебя чего-нибудь. Тогда не работай с этими людьми. Английские психологи выдвинули теорию. Если все существующие на свете деньги бросить в общий котел, а потом поделить поровну, то через какое-то время крупные состояния все равно соберутся вокруг тех же самых людей. Рассчитывать на то, что каждый из нас может раскрутиться до уровня до уровня Форда, или Моргана, или Рокфеллера, или Пола Гетти, это, конечно, было бы наивно. Так же, как не каждому дано быть балериной, примой Большого театра, не каждому дано быть Пушкиным, не каждому дано быть Толстым, так же не каждому дано быть финансовым гением. Американский журналист Наполеон Хилл в начале прошлого века подсчитал, что только 8% мужчин от всего населения Земли и 2% женщин можно назвать финансово независимыми. И менее 1% людей планеты богатыми. Но почему? Эти люди умнее других? Лучше образованы? Больше трудятся? Или они просто счастливчики, балом не судьбы? Закон всепоглощающего желания. Каждый несчастный мечтает быть счастливым. Каждый больной здоровым. Каждый бедняк богатым. Мечтает, но не хочет. В работу включается подсознание. Оно подает нашему мозгу сигнал готовности к абсолютному успеху. Или к полному фиаско. Желание должно быть всепоглощающим. Настолько сильным, что человеку уже не могут испугать никакие препятствия на пути к заветной цели. Дело в том, что человек всегда получает то, что он желает. Если он действительно искренне этого желает. Первая зарплата была, когда я уже закончил технику, как мастер, я получал безумные деньги по тем временам. Я купил, я помню, отцу я купил свитер, брату купил туфли, тогда с узким носом, ему нравилось, он старше меня на 4 года. А маме купил духи. Духи Красная Москва. Ну, уже, конечно, потом, когда я ушел на эстраду, совсем другое. Когда меня пригласил Маликов в старшие самоцветы, я на гастролях получил просто аванс. Я понял, что есть другая жизнь, какая-то космическая, что есть другие деньги. Муж одной из наших героинь Юлии поспорил, что заработает миллион. В случае неудач он мог потерять и бизнес, и друзей. Одной мечты, конечно, слишком мало для того, чтобы реализовать такую грандиозную затею и сумасшедшую, на первый взгляд, начавшуюся с одного только пари. Первое, что сделал Юлин муж после того пари, уволился с прежнего места работы, где никогда не смог бы приобрести статус миллионера. Взял кредит, нашел единомышленников. И на 2 года Юлия потеряла покой, начала курить, заработала хроническую бессонницу. Потому что дети, потому что семья, потому что их просто надо кормить. Я абсолютно привыкла к тому, что он получает зарплату, я привыкла к определенному, к определенной размеренной, в конце концов, жизни. И тут вдруг сумасшедшая задея, которая может ни к чему не привести. Мы можем потерять в один день абсолютно все. Важно прислушиваться к себе. Иногда нечто внутри нас, некий орган, некое сверхсознание, оно точнее знает, где удача, где неудача. Где легче всего найти мед? Там, где живут пчелы. А где проще отыскать подосиновики? Определенно в осиновой роще. Выходит, зарабатывать деньги надо там, где их много. Журнал «Энтертаймент Викли» считает, что большего успеха сейчас можно добиться на поприще кино. Самой влиятельной фигурой шоу-бизнеса в 2004 году стал создатель «Страстей Христовых» Мел Гибсон. Если специалисты по толстым кошелькам не ошиблись в подсчетах, Гибсон заработал на этом фильме 210 миллионов долларов. Со своим другом, партнером Антоном Табаковым мы открыли ресторан в Москве. Это не для того, чтобы зарабатывать денег, по крайней мере для меня. А мне была интересна эта история. Ну, на самом деле, опять же, я спрограммировал, что она существует на уровне того, что мне это интересно. Никаких доходов, сверхдоходов. Да нельзя, просто доходов нет. Мы еще не, уже три года существуем, еще не заработали ни копейки. Но мне это интересно. А кому, если кто-то там, открывает ресторан или снимает фильм для того, чтобы заработать денег, это другая задача. И вряд ли она связана с творческим интересом. Сейчас одним из самых дорогих в мире художников считается Винсент Ван Гог. В 1987 году его известные подсолнухи были куплены на аукционе почти за 40 миллионов долларов. Теперь они стоят уже 120 миллионов. А при жизни Ван Гог существовал впроголодь. Из 800 написанных работ он продал лишь одну за 50 долларов. То есть, соответственно, человек должен работать, желательно, чтобы он работал с целью заработать определенную сумму денег и при этом получить удовольствие. При совмещении человек становится обеспеченным, богатым. Хорошие деньги и профессиональную реализацию можно совместить в любом бизнесе. Было бы желание, всепоглощающее желание. Я всегда с уважением отношусь к тем, кто заработал большие бабки и миллионы, и даже миллиарды. Потому что кому-то дано. Вот я не умею бизнесом заниматься. Я пробовал, допустим, меня уговорили друзья, давай сделаем марку. Винокур. Сделал марку. Что с ней делать? Давай водку выпускаем. Давай, давай водку. Ну, все перепились свои. Дарил друзьям, знакомым. Все. Ну, особо не пошло. Закон ясности намерения. Но самое главное – это идея. Вот помните, как говорил кот Алисе в «Стране чудес»? Прежде чем идти, ты должен знать, куда ты хочешь прийти. И когда ко мне приходят мои сотрудники и говорят, что вот, а давайте сделаем вот это, а давайте сделаем вот это. Я всегда говорю, ребята, а что мы получим там, куда идем? Согласно закону ясности намерения, человек должен понимать, что он хочет и для чего ему это нужно. Если деньги на квартиру, то на какую конкретно, в каком районе, сколько комнат, по какой цене. Тогда подсознание готово и будет работать. Но при малейшем проценте неточности на его помощь можно уже не рассчитывать. Допустим, я могу сказать, мне нужно 10 тысяч долларов. Это один момент. Либо я скажу, мне нужно 10 тысяч долларов для того, чтобы купить машину. Вроде бы одно и то же, но на самом деле совершенно разные вещи. Короткий тест. Попробуем ответить на пару вопросов. Что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя богатым? Сколько вы должны заработать для этого денег? И главное, как? У меня сейчас просто простая совершенно вещь. То есть есть, как мне кажется, несколько выгодных предложений. Я просто реально в процессе переговоров сейчас с компаниями, с которыми я буду заключать договора, если у меня получится один из этих проектов, то я реально смогу заработать. Я смогу зарабатывать больше, чем сейчас. На порядок, наверное. Этот ответ по психологическим законам может привести к провалу. Необходимы конкретные ориентиры. Сфокусируйте внимание. Визуализируйте цель. Какой бы недосягаемой она ни была, представьте себя уже достигшим ее. Богатство не просто накопление денег ради них самих. Это сила, которую деньги дают нам для реализации нашего намерения. Не надо бояться. Первое, что нужно позволить себе, это позволить подумать, а почему бы и нет. А потом уже да, а потом я хочу, а потом как это сделать. Наш мир и все, что в нем находится, подчиняется законам природы. Стоит бросить яблоко, и оно обязательно упадет на землю. Секреты истинного богатства ведут себя аналогичным образом. Падают на голову. Вот только далеко не на всем. Я в свое время консультировал крупного банкира, и он говорил о том, что он буквально кожей чувствует вот эти вот финансовые потоки, он ощущает их живую реальность. Таинственный орел денег вовсю эксплуатируют современные магические салоны. В прайс-листах указаны виды заговоров и расценки. От 50 долларов до 1000. Самые дорогие на успех в бизнесе и привлечение финансов. Несколько свечей, кристалл, да пара слов. Пешие, езжие, идите сюда, здесь вам место, здесь и вода. Мне денег. Аминь. Есть разные заговоры, скажи такие слова, тебе приплывет, вообще не унесешь сразу в двух руках. Есть много всего на эту тему. Но я думаю, что на самом деле истина на совершенно другом месте. Многие денежные ритуалы колдовских дел мастера рекомендуют совершать в полночь. Выйти к молодому месяцу, показать ему все имеющиеся деньги и попросить дать их еще больше. Месяц не откажет. Вот не знаю, иногда мне кажется, вот когда денег нет, мне кажется, что так они нужны, просто вот вообще. Вот сейчас вот все готов забыть, и вот дайте мне только работу, где будут платить, и я буду работать. На случай, если магия не поможет с хорошей работой, есть множество других способов, пришедших к нам от далеких предков. Деньги заваривают, как чай, обкуривают благовониями, замешивают в тесто. Рецепт довольно простой. Два литра воды, три яйца, мука, соль и пятикопеечная монета. А дальше все зависит от удачи. Если она определит питак во время обеда именно в вашу тарелку, богатству быть. Не могу понять, то есть, вроде бы, бывают какие-то такие слабые моменты, намеки, когда ты вроде чувствуешь, что вот пошло, хорошо, еще, еще чуть-чуть, вот еще немножечко, и станет еще лучше, и совсем хорошо будет. И вот, а потом раз, и опять все. Как-то так. Странная это, странная это сущность, эти деньги. Как по волшебству популярность пришла к Джорджу Соросу. За одну ночь он заработал 958 миллионов долларов. Спустя какое-то время Сорос написал книгу, которую назвал «Алхимией финансов». Как отдельную область знаний алхимия появилась в третьем веке нашей эры и была похожа на отчаянные попытки мудрецов превратить свинец в золото. Хотя все это непросто, все непросто. Я даже знаю одного человека, которому в наследство досталась шахта нефтяная. И он был в полной эйфории, а потом, он думал, ну как, это вообще, казалось бы, вот из земли бьет струя денег. И все, только подставляй ведро. А не черта подобного. Он проклял все. Он моментально нырнул в эту нефть с головой, потому что он должен был разбираться с прорабами, подрядчиками, заказчиками, трубовиками, там, не знаю. Он нырнул так, что он был не рад этой несчастной шахте. То есть, я к чему говорю, что даже, казалось бы, вот это вот из земли текущие деньги, они тоже труд. Можно это профукать все в одну секунду. А можно заработать, но для этого все равно надо делать. Делать надо. Закон упорства Ничем в мире показывает практика нельзя заменить упорство. Талантливые неудачники, непризнанные гении вошли не в одну пословицу. Получается, природного дара и ученой степени в стремлении к благосостоянию недостаточно. Мир полон образованных изгоев. Я знаю людей, которые гораздо умнее меня, гораздо образованнее, но не везет им. Я падал очень часто. И падал, и поднимался, и снова падал, и снова поднимался, и делал ошибки. Я ОВАН, и год крысы. Я делаю, и я утверждаю то, что я делаю, и я стремлюсь к этому и побеждаю. И так должно быть. Генри Форд как-то дал задание своим инженерам сделать восьмицилиндровый двигатель в одном блоке. Специалисты попытались доказать Форду, что это невозможно. Он сказал, работайте до тех пор, пока не будет результата. И в один прекрасный день настойчивость Форда победила. Я думаю, что Генри Форд просто человек, который не боялся мечтать, не боялся хотеть. Ну, что почти одно и то же на самом деле. И у нас, наверное, тоже какие-то примеры есть. Упорство, как черта характера, начинает проявляться еще в детстве. Психологи отмечают, что люди такого типа никогда не отступают, методично идут к цели. Неуспех служит для них лишь ступенькой к следующему успеху. Главное, не бояться. Наиболее губительная для благосостояния эмоция, как ни странно, страх самого благосостояния. Срабатывает известный стереотип деньги – зло. То есть самый страшный вопрос в разговоре с работодателем всегда – ну и сколько вы хотите за это получать? Это вот всегда самый страшный вопрос, потому что я всегда вот сколько бы это ни происходило, сколько бы раз я не давал ответ на этот вопрос, я всегда спустя там полтора, там часа после разговора к вечеру, блин, ну надо было в два раза больше сказать. Научное объяснение подобной неуверенности психогенетики нашли опять же в подсознании. Человек может быть и сильным, и смелым, но при этом каждый раз испытывать нервную дрожь. Дрожит его внутреннее я, страшится предполагаемой неудачей. Это состояние знакомо каждому, богатые люди – не исключение. Действительно было время, я должен честно признаться, было у меня время в жизни, когда я думал, что все, больше не могу, хочу и не хочу, но точно уже не могу. Просто сил нет, я устал. Я с детства занимался каратэ, потом перешел на айкидо, и вот это прекрасное занятие, чтобы снять этот весь негатив в себя. Греческий мультимиллиардер, владелец заводов, пароходов и самолетов Аристотель Анасис, смело начал свою карьеру при отсутствии богатых родственников со ста долларами в кармане. В конце концов, он стал одним из самых состоятельных людей, когда-либо живших на свете. Внучка Аристотеля, Афина Руссель, является на сегодня самой богатой девушкой в мире. Ее состояние оценивается почти в 3 миллиарда, включая компании, дома, произведения искусства, самолет и остров в Ионическом море. Большую часть всего этого Афина собирается пожертвовать на благотворительные цели. Богатая наследница щедра и, как правило, не отказывает тем, кто по-настоящему нуждается в ее финансовой поддержке. Как ни странно, очень многие люди боятся просить, для них это проблематично. Боятся принимать, им намного легче давать, чем принимать. Фактор построения благосостояния, он подразумевает под собой определенное взаимодействие с людьми. А как я могу взаимодействовать с людьми, если я боюсь о чем-то их просить? В психологии существует множество рекомендаций на тему, как помогать и, соответственно, как принимать помощь. Необходимо понимать, в чьи руки вы отдаете деньги, потому что есть люди, увеличивающие энергию денег. И тогда ваш широкий жест пойдет и вам, и им во благо. А есть забирающие энергию. В первой категории относятся дети и те взрослые, которые искренне рады любой поддержке. Ко второй категории, пожирающий денежную энергию, причисляют людей, не умеющих принимать дары. Вот их предсказуемая реакция на подарок. Зачем же? Это так дорого. Не стоит. Мрачный, унылый темперамент и негативное мышление притягивают к себе неуспех. Наш оператор все время говорил, что вот это, вот я, будет так, мы летим там с двумя пересадками. Он говорит, а вот надо было проверить багаж, переложат ли из самолета в самолет. Вот ты не проверил, теперь смотри, мы прилетаем в конечную точку, его чемодана нет. И так постоянно. Он спрограммировал неприбытие своего чемодана. Потому что вот нудил. И в этом есть что-то есть. Скорее, в отрицательном аспекте. Ты скорее можешь напрограммировать себе, что я неудачник и никогда не заработаю денег. Это можно запрограммировать. Испокон веков русские сказочные персонажи на страницах детских книг продолжают отдавать последнюю рубаху. Как правило, лежа на печи, полагаясь то на щуку, то на рыбку. У шведской писательницы Астрид Линдгрен ее Пеппи-длинный чулок тоже раздает бедным детям леденцы. Но, сидя на сундуке с золотом. В отношении обогащения русская мифология это нечто такое вот внезапное, чтобы это как-то вот каким-то таким вот фантастическим, да, образом, значит, проделывалось. В русской мифологии культурологи, несмотря на все свои старания, так и не нашли идеи богатства. Если герой сказки отправляется в путь, он ищет не золотых гор, а самого себя или еще кого-нибудь. Потому что не в деньгах счастье. Это моя мама. Генетическая неспособность зарабатывать деньги. Абсолютно не понимающая ни цену деньгам, не знающая. Есть люди, которые не стремятся к большим деньгам. Она никогда не была богатой, никогда у нее не было денег, она всегда жила в долг. Люди, которые живут в долг, как правило, отталкивают от себя деньги. Я должен одному, другому, я должен всем. Как только до подсознания доходят эти мысли, оно сразу же ставит блоки. Для того, чтобы избавиться от этой программы, не обязательно идти к гадалкам. Достаточно в своем лексиконе заменить слово «должен» на слово «хочу». Я не должен, я хочу помочь друзьям, детям, родителям. Вот ключ к решению проблемы. Ну, тоже такой, больной вопрос на самом деле. У меня, то есть у меня есть дочь, там, у меня есть родители, да, то есть мне надо им как-то помогать. Я, в принципе, им как-то помогаю, то есть по возможности. Чтобы сделать родителям хороший подарок, чтобы сделать своей супруге прекрасный подарок, чтобы, как любому ребенку, это нравится, подарить ему большую, красивую машинку, которая все там открывается, и она сама ездит, просто еще не говорит. На это нужны деньги. Вот и все. Деньги и время, которого всегда не хватает. Нет времени. Именно этой фразой по проверенной психологической теории мы и программируем себя на неуспех. Вся жизнь так и проносится под формулой «у меня нет времени». Сначала у человека нет времени, потом у человека нет каких-либо ресурсов достичь что-то, потом у него не хватает здоровья, потом у него не хватает возможностей и нет денег. То есть формула «не чего-либо» она должна исключаться из жизни человека, потому что то изобилие, которое существует в мире, оно позволяет человеку получить в мире все, что он хочет. Закон веры Закон веры подразумевает веру в себя, никому-либо, ни во что-либо, а в собственные возможности. Иногда бывает так, ляжешь там вечером, повернешься к стенке, думаешь, да, вот это, вот это, вот хотел еще вот это, а что-то вот, судя по всему, в этом году-то, наверное, там планировал, допустим, думаю, вот машину надо уже покупать, а в этом году, наверное, еще не получится на машину, про квартиру пока тоже молчу. Человек, который не верит, что он может стать успешным, который не верит, что он может быть богатым, что он может купить дом в Каннах или поехать отдыхать в какой-то престижный санаторий, он никогда не получит этого. Геронтологи отводят нам на все про все, на размышления и реализацию, 15, максимум 30 лет. По статистике, после 55 мотивации к обогащению постепенно пропадают. Человек слабеет. Не зря этот возраст считается пенсионным. А еще один знакомый говорил так хорошо, что жизнь, это не мексиканский сериал, 276 серия, 278 и так далее. Это одна серия, вот начало там конец, что успел за это время сделать, то твое. Нет понятия остановиться в бизнесе, особенно в том бизнесе, в котором мы работаем. Всегда нужно двигаться наверх. У каждого есть реальный шанс подняться на несколько финансовых ступеней выше. Для этого специалисты по богатству советуют как можно чаще посматривать на реальных миллионеров и как можно реже на неудачников. Любая информация, как позитивная, так и негативная, имеет свойство перетекать от одного человека к другому. Жизнь определенным образом подделает определенные подсказки человеку. Если я человек успешный, в моей жизни появляются люди неуспешные или проблемные, то жизнь судяшно-напросто меня предупреждает. Смотри, где-то ты был неправ, где-то что-то не так сделал, посмотри, обрати внимание, что-то измени. Психогенетики утверждают, что деньги не разбирают национальностей. Швед ли, француз или русский? Законы богатства распространяются на всех. Не имеет значения и пол человека. Шансы улучшить свое благосостояние у всех равны. Главное поверить в себя, в свои способности. Закон продуманного плана. Закон продуманного плана – это та же стратегия. Иногда ее одной бывает достаточно, чтобы привлечь в свою жизнь благосостояние. начать можно с составления списка из десяти пунктов. Десять шагов, десять возможных решений. Что я буду делать для того, чтобы заработать необходимую сумму денег? Когда тебе нужно сделать 28 дел одновременно, а в сутках 24 часа, ты начинаешь думать, как оптимизировать процесс. Работаю. Беру и работаю. То есть ищу работу, стараюсь там что-то сделать, чтобы работать быстрее, получать за это больше, я не знаю, там, что все люди делают, на мой взгляд, чтобы заработать денег. Видимо, для того, чтобы они тебя любили, их надо любить. То есть надо как-то вот относиться к ним, как к любимой девушке, надо там, значит, им знаки внимания оказывать, какие-то подарки им какие-то свои, такие внутренние делать, там, от себя там что-то. Не спать ночами, переживать. Самое лучшее, свое, свои лучшие проявления. Да и тогда, наверное, они тоже тебя полюбят в ответ и как-то вот, может быть, придут к тебе в большом количестве. Это философия Андрея. А это выдержка из интервью американского промышленного магната. Вы можете высадить меня на необитаемом острове без документов, одежды и провизии. Ровно через пять лет я буду там миллионером. Секрета никакого нет, просто грамотно составленный план. Даже если моими компаньонами будут лишь злобные местные гориллы. Ведь при хорошем планировании и обезьян можно научить дух учету. Закон специальных знаний. В учебниках по менеджменту для построения успешного бизнеса рекомендуют подобрать профессиональную команду из надежных и образованных людей. Но лучше обладать специальными знаниями самому. Конечно, я знаю, как это делается, я прекрасно все про это понимаю. Но, конечно, я вникаю. Но сказать, что я там юный химик или юный биолог или микробиолог или цитолог никогда в жизни. Но заглянуть в кастрюльку, как там вообще все происходит и чего мы добавляем, по какому поводу и почему, конечно, я должна знать. И люди, которые продают, должны какие-то вещи знать, иначе они просто не смогут ответить на кучу вопросов. Билл Гейтс воплощение американской мечты. Без высшего образования, начиная с нуля, имея в своем багаже только талант, огромное трудолюбие и прозорливость, стал самым молодым миллиардером Америки. А в последнее время и самым богатым ее гражданином. Но Билл Гейтс скорее исключение исправил. По результатам исследования Кембриджского университета 66% всех американских миллиардеров имеют высшее образование, 12% не ниже среднего. Специалисты из Ельского университета утверждают, что базовые экономические принципы человеку наследовал от обезьян. Многочисленные эксперименты в этой области показали, что особи мужского пола явно превосходят прекрасную половину в умении приспосабливаться к природным рыночным условиям. Среди людей тоже принято считать, что мужчины чувствуют себя в бизнесе комфортнее, чем женщины. Я не вижу здесь никакого абсолютно парадокса. Мужчины, скажем, считаются более жесткими. Но я знаю женщин, которые мама не горюй, которые настолько жесткие, что мужчины отдыхают. Закон контролирования расходов. Дональд Трамп. Согласно журналу Forbes, этот американский бизнесмен сейчас на подъеме. Его капитал оценивается в 5 миллиардов долларов. И по прогнозам это далеко не предел. Свой секрет он объясняет просто. Я умею считать свои деньги. А мой приятель, Майк Тайсон, не умеет, поэтому и банкрот. У Майка никогда не получалось распоряжаться деньгами. Однажды Трамп лично вручил ему чек на несколько миллионов долларов. А тот его потерял. Если вы обратите внимание или обратитесь к человеку с вопросом, успешному человеку, сколько у него денег находится в данный момент в кошельке или на счете, он четко примерно знает плюс-минус, с небольшой грешностью назовет сумму. Вот честно спросите, сколько у меня в кошельке, я вам не скажу. Это не значит, что там, о, какой счастливый человек, он денег, даже счету, деньгам не знает. Конечно, не знаю. У меня их не так много, чтобы знать счет. Плюс-минус там какая-то цифра. Но я каждый день живу. Вы знаете, японские философы, да, говорят, что завтра может не быть, а сегодня. Живите сегодня, радуйтесь сегодня. Жители России во всем мире считают финансово беспечными. На вопрос, вы планируете увеличение своих доходов? В 95% случаев ответ отрицательный. Джон Рокфеллер, проживший 98 лет. По совету отца, с 7 лет аккуратно делал в своем блокноте бухгалтерские записи. Наш герой Андрей начал зарабатывать деньги с 16 лет с конкретной целью купить компьютер. Ради достижения этой цели он тоже заставил себя отслеживать доходы и расходы. Я свой компьютер купил реально вот в этом году только. То есть мне вот уже за 30, то есть практически полжизни прошло для того, чтобы я заработал себе на свой первый компьютер, хотя мечта эта появилась еще в школе. Но честно сказать, про зато хороший компьютер. Вы знаете, сколько весят 5 миллиардов долларов в бумажных купюрах? Около 100 килограммов. А представляете ли вы себе, как можно потратить эту сумму? Я стала понимать, что начались деньги, они пошли, я их почувствовала. Я их могла потрогать, я их могла осязать. На тот момент они уже были для меня не эфемерные, они были абсолютно реальные, которые я могла пойти в магазин и потратить. Я могла, в общем-то, уже не так считать, как раньше. Практикующие психологи уверены, богатство определяется не тем, сколько денег вы зарабатываете, а как хорошо вы можете жить на собственные деньги. Хожу по салонам, да, конечно, конечно, я хожу по салонам. Я делаю маникюр и педикюр два раза в неделю, конечно, но женщина не может позволить себе плохо выглядеть, если у нее есть возможность. Почему? Она должна себе в этом отказывать. Но всегда приятно идти по магазинам с детьми и на дай говорить на, это всегда приятно. Это такой адреналин, который, в общем, я желаю, чтобы каждая женщина испытывала. Как тратить? Этим вопросом мучается и богач, и бедняк. Невероятно, но состоятельным людям найти ответ намного сложнее. Что делать, когда все есть? Выкручиваются, как могут, самые роскошные дома, дачи, машины, домашние питомцы, которым, кстати, нужен самый бережный уход. Так сколько же денег необходимо для полного счастья? Остапу Бендеру нужен был всего лишь миллион. Но обязательно на блюдечке с голубой каемочкой. Вообще, мне не нравится вот это понятие «швырять деньгами». Никогда этого не делаю. Но потратить на что-то хорошее для других, для себя это одно удовольствие. Конечно, деньги тратить намного приятнее, чем их зарабатывать. Легких денег не бывает. Убеждаем мы себя настойчиво. Однако нередко верим в существование необременительной наживы и даже знаем, откуда она берется. Согласно опросу, легкими считаются деньги, полученные в наследство или дар. Сюда же входит удачная женитьба или замужество, мошенничество или крупный выигрыш. Самая большая удача в мире была зафиксирована в 2000 году в Испании. Тогда джек-пот рождественской лотереи составил миллион с лишним долларов. Самый крупный проигрыш столько же. Я несколько раз играл там в азартные игры, ну, в казино ходил и выигрывал, как ни странно, в основном выигрывал первые же разы и довольно раз в 10 я выигрывал нормальные деньги. Потом стал, естественно, проигрывать, все взаимосвязано. А потом перестал ходить в казино абсолютно, потому что я вдруг понял странную вещь, как-то она меня осенила, что я не рад тем деньгам, которые я выигрываю, не рад. Они мне не родные никакие, они мне не нужны. Я хочу от них избавиться. Верующие называют шальные деньги искушением дьявола, за которое потом придется расплачиваться втридорога, например, болезнью. По старинным преданиям, чтобы избежать нежелательных последствий, легкую наживу необходимо раздать нуждающимся. Закон благотворительности В Древней Руси каждый ребенок знал об одном из великих грехов. Отказа отдавать церкви десятину, десятую часть дохода. Современные психологи рекомендуют не забывать эту традицию. Если у вас войдет в привычку делиться прибылью с нуждающимися, в вашем подсознании отпечатается ощущение изобилия, и оно не заставит себя ждать. Благотворительность, как это ни странно, это не альтруизм, а благотворительность это забота о себе. Богатство, по мнению психогенетиков, можно сравнить с оплелителем. Разбрызгали немного вокруг и начался бурный рост. В данном случае вашего капитала. Это должно быть в конечном итоге как воздух. Вот нормально, это как образ жизни. Когда ты видишь, что кому-то там плохо или что-то еще, ты просто мимоходом не замечаешь. А с другой стороны, я считаю, что даже если у человека есть ощущение, что вот я хороший, потому что я это сделал, пусть будет так. Пусть человек думает, что вот нужно сделать именно потому, что он лучше, чем кто-то другой, у него есть возможность помочь. Любые побуждения в этом случае хороши. Мало кто об этом задумывался, что обеспеченные люди, несмотря на то, что да, они обеспеченные, богатые, они духовные люди. Потому что получив определенную, заработав и привлекая в свою жизнь определенную сумму денег, эти люди посредством этих денег начинают получать удовольствие, они начинают реализовывать свои мечты. Братья Третьяковы. Сергей Михайлович оказывал всяческое содействие благоустройству Москвы. Павел занимался коллекционированием. В августе 1892 года он обратился в городскую думу с просьбой принять его коллекцию в дар. Дума не отказала, присвоив галереи имя братьев Третьяковых. Демидовы, Мамонтовы, Рябушинские, русские промышленники, меценаты. Они вкладывали деньги в обучение крепостных крестьян за границей, строили железные дороги, отдавали под детские приюты и больницы свои особняки. Деньги парадоксальны. Они не только решают проблемы, но и создают их. С первых моментов своего существования деньги вызывали у людей новую потребность, жажду обладания ими в огромных количествах, так как для многих деньги стали мерилом человеческого счастья. Иногда получается, что мне важнее то, что я делаю, а не то, зачем я это делаю. То есть мне иногда не важно, наверное, чтобы это мне принесло максимальное количество денег. Я люблю деньги, но я не люблю их так, как я люблю жизнь. Я не люблю их так, как я люблю природу, как я люблю близких и родных людей. Деньги являются все лишь инструментом, который привносит жизни человека удовольствие. Итальянского француза Пьера Кардена называют любимцем удачи. Его мечты, даже самые невероятные, всегда сбываются. Чтобы преуспеть, нужно иметь талант и очень много работать. Это две основы. И еще надо верить в самого себя, никогда не копировать и не подражать. Его состояние одно из крупнейших в Европе. Журнал Time в шутку написал, что Карден умудрился поставить свое имя на всем, что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам. Чтобы понять, кто это сделал, не должно быть необходимости смотреть на этикетку. Нужно, чтобы стиль сам говорил за себя при первом же взгляде. Авторы журнала Time предположили, что единственная мечта, которая могла остаться у удачливого Кардена, открыть свой магазин на Луне. Но этому помешала Галина. теперь мечта Кардена чаще бывать в России. У меня с Россией давние коммерческие отношения. Чтобы добиться успеха, мало иметь талант, нужно встречаться с разными людьми. Если среди ваших знакомых не будет влиятельных людей, о вас просто могут не узнать. Мы познакомились с господином Карденом и как-то я подарила наш продукт ему, он попробовал и сказал почему нет. Иногда Галине все это кажется сном. Мировая известность, любимое дело, тысячи единомышленников. Во всех десяти законах богатства говорится, что нет ничего невозможного. Поэтому если вы собрались стать состоятельным человеком, решите сначала, нужен ли для построения вашего счастья этот инструмент деньги. Быть богатым ради богатства слишком скучно. Но если вы точно знаете, для чего вам миллионы, тогда вперед. Путь к успеху открыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова